Друзья, всем привет! Мы тут на досуге решили сделать новую рубрику «Воруем в путешествиях». Я с коллегами пообщался с сотрудниками авиакомпании для того, чтобы узнать, что же мы, русские, воруем на борту самолета, чтобы, ну, хоть как-то отбить денежки, вложенные в поездку. Как вы думаете, какие предметы самые популярные, чтобы быть украденными с борта самолета? Под номером 1 идут различные печатные материалы. Украсть какой-нибудь журнальчик или даже брошюру с техникой безопасности. Ну, это у нас у всех руки чешутся. Ну и зачем оформлять очередную подписку на какую-нибудь, там, крестьянку или космополитен, когда вот же он, родненький, спинки кресла перед тобой? Признавайтесь, забирали уже с собой журналы с самолета? Я лично забирал. Но я, как бы, не успевал дочитать статью, то есть это нормальное объяснение. Ну, естественно, я не думал о том, что после меня будет тоже кто-то сидеть и кому-то надо будет что-то почитать. Ну, ему выдадут другой. Ну, что? Под номером 2 по популярности хищений идут подушки и пледы. Ну, тоже, в принципе, очевидно. Ну, как без подушки и пледа, когда, ну, приедешь в какой-нибудь, там, Хилтон, да, вдруг тебе подушку не положили и из окна дует, скажем, да, ветер гуляет. Под номером 3 в перечне краш идет туалетная бумага и салфетки. Ну, здесь сложно даже себе представить, что движет туалетными воришками, но, наверное, тоже, что и двигало теми людьми, которые контейнерами скупали туалетную бумагу во время начала пандемии. Под номером 4 идут, вы можете догадаться, наверное, может быть, вы думали, что они уже, может, вы думали уже, что этот предмет должен был быть раньше. И это, конечно же, наушники. И прикол заключается в том, что, если вы замечали, самолетные наушники имеют двойной штекер. С одной стороны, как говорят представители авиакомпании, двойной штекер, он более надежный. То есть, если вдруг ломается при частом использовании один, то второй все еще работает и вы можете что-то слышать. С другой стороны, такая конфигурация штекера, самолетных наушников, она неудобна для использования этих же наушников где-то там у себя дома. Потому что мы, как правило, используем одинарный штекер. Но, тем не менее, несмотря на то, что он неудобен, его неизвестно где использовать, люди все равно эти наушники забирают. Я, конечно, не знаю, может, они перематывают как-то один конец, втыкают другой и все еще пытаются что-то слышать. Ну, камон, ребята. Ну и под номером 5 идут предметы личной гигиены. Да, на коротких рейсах вы, как правило, не найдете зубных паст, там кремов для рук. Но на рейсах более длительных вам могут выдавать, конечно, и маленькие такие тюбички с зубной пастой, и зубную щетку, и гель для рук, и крем для рук. И, конечно, это же грех, чтобы это все не забрать с собой. Ну и, кстати, да, они идут одноразового использования. То есть, после вас зубную щетку не передадут после никому. Хотя, тоже мы не знаем, как сейчас в кризис обстоят дела. Ну и некоторые из вас, возможно, спросят меня, а где же тапочки? Да, ребята, тапочки также выдают, как правило, на длительных рейсах. Но зачем брать тапочки с собой из самолета, когда это можно сделать в отеле? Друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Если оно наберет тысячу лайков, то давайте запишем следующее про самые часто воруемые вещи из отелей.